И в прошлый раз мы начали говорить про динамические игры. То есть мы хотим следить за тем, что происходит в случае, когда у нас игра разворачивается во времени, и у нас происходят некоторые динамические процессы взаимодействия между игроками. И мы говорили, что мы такие игры будем визовать в виде деревьев, то есть у нас есть формализация, выглядит следующим образом. У нас есть дерево игры. В игре есть корень, где мы начинаем. И дальше есть листья. Листья или терминальные вершины. Т. Вот они где-то здесь находятся. И у нас есть список игроков. Дальше мы делаем следующее. Мы говорим, что в каждой вершине, которая не является листом, она отправляется каким-то игроком. То есть есть функция, которая бьет из множества всех нетерминальных вершин и множества игроков и задает то, какой вершинок, кого игрок управляет. И в терминальных вершинах мы пишем выигрыши. Это функция u из t в r степень модуль n. То есть у всех нетерминальных вершинок мы пишем, какой игрок управляет, какой вершиной. А в терминальных вершинах мы пишем выигрыши игроков. И дальше мы хотим просто понять, как бы, 10 игроки. Мы в прошлый раз обсуждали, что это укрепляет все белоку, но можно потом решать это с конца и таким образом искать полностью равновесие. А именно мы смотрим последнюю вершину, с которой уходят только стрелочки в терминальные. Ищем там наиболее выгодный ход, пишем выигрыш, который получился в эту вершину, и так дальше. И сворачиваемся, получаем в начале игру. И понятно, что можно, в принципе, эту формализацию делать в форме одновременной игры. А именно, список игроков у нас есть. Стратегии. Это у нас будут произведения вершин управляемых, произведения множества ребер, исходящих из вершин управляемых данных мыгроков. То есть если игрок, например, он управляет какими-то вершинами, то его стратегия — это просто его ход в каждой вершине. И, соответственно, если все игроки выбрали стратегию, то тогда можно потом пойти по этому маршруту, посмотреть, кто что выбрал, и вот выигрыш, и вот написано здесь. При выбранных стратегиях определяется выбрыж. То есть таким самым формализация называется «игра в развернутой форме». Давайте я тут пишу. И мы можем в развернутую форму свести к одновременности. Ну и какие вам вопросы? Я в прошлый раз, по-моему, их затрагивал. Давайте мы сегодня более подробно обсудим, как с ним вообще быть. Ну, во-первых, это вопросы. Во-первых, случайность, как можно моделировать. Во-вторых, то есть можно ли выводить смешанные стратегии тут тоже. Во-вторых, можно ли одновременную форму получить развернутой формы? Ну, мы вроде выясняли, что нет, потому что у нас в данной игре у нас полная информация. То есть мы в любой момент вершины знаем, как у нас ходили игроки до этого, и что будет происходить потом. Вот можно ли как-то замоделировать, можно ли формализовать одновременную игру? И, собственно, вопрос. Ну, мы говорим, что мы рассматриваем новую концепцию на сервисе совершенно на подыграх. Я сейчас, давайте я про эту концепцию напомню сейчас. Но к ней есть некоторые претензии, то есть насколько она адекватна. Я приводил пример по мусоркамешке ультиматума, как игры, в которых у нас равновесие, ну, не предсказывается не то равновесие, которое по идее должно быть. В чем предсказывается не то? Вроде вы там говорили, что в реальности так и играют, что... Ну, да, не, ну, понятно. Но как бы в целом люди играют на всем так. Ну, это, на самом деле, более, скорее, более расширенный вопрос. То же самое дилемы заключенных. Почему люди дилемы заключенных играть, наверное, если понадобится что-то другое? Ну, это в каком-то смысле похожие вопросы, я согласен. Окей, ну, по-моему, про случайность я тоже упомянул. Давайте вместе начнем и разберем пару примеров на то, как можно вести случайность и как вообще это работает. Как можно показать, как можно таким образом проинтерпутирует взаимодействие игроков? Это очень просто. Значит, мы... Если у нас есть дерево игры, то мы просто на каждом ребре, на каждом... на каждом... на каждой вершине смотрим на исходящие ребра и пишем там некое вероятность на распределение. То есть, например, здесь... у нас есть 3 РВА, но мы можем просто задать числа альфа, бета, гамма, которые... неотрицательные, если мы дадут единицу. И таким образом будем считать, что первый игрок выбирает 1 ребра с вероятностью альфа, 2 с вероятностью бета, 3 с вероятностью гамма. То есть, вместо множества... то есть, множество стратегий, множество S и T как произведение вершин, которые управляются итом игроком, мы заменяем на множество S и T как произведение дельта. То есть, симплексы... берем... натягиваем симплексы на эти множества и берем просто все возможные смеси и получаем тем самым такой рандомизированной... значит, случайной стратегии, то есть, у нас на каждом ребре написаны вероятности. Ну, теперь понятно, что если у меня везде на каждом ребре написаны какие-то... какие-то вероятности того, что мы по этому любру будем ходить, то тогда можно просто написать выигрыш, а именно посмотреть... просумировать выигрыши, умноженные на вероятность того, умноженные на распадание в эти вершины. Тогда можно определить выигрыш у... от заданных стратегий S1SN как сумму по всем терминальным вершинам уитая значит, вот этих терминальных вершин умножить на вероятность вероятность попадания в терминальную вершину. Попадание... Ну, а это вершина, это мы, значит, берем путь от корня до этого листа и просто берем произведение всех вероятностей. Ну, опять-таки, таким вот мы получаем, что можно определить формальный выигрыш, ну, и теперь можно опять же искать равновесие по нэше, то есть смотреть, могу ли я изменить свою стратегию во всех вершинах, так, чтобы получить побольше. И снова, как и в случае с не случайными стратегиями, с чистыми стратегиями, я могу это делать по алгоритму современного хуна. То есть я могу смотреть на последнюю вершину, смотреть, что из нее выходит, смотреть, что если мне одна оптимальная, то я по ней действую, а если несколько оптимальных, то я могу уже применять смешную стратегию и переходить в следующие вершины и так далее. Кроме того, с помощью такой же техники можно моделировать действия природы. Это полезно, когда мы хотим рассматривать ситуации, в которых некоторый процесс идет, и он, ну там, когда мы рассматриваем, например, игру в рулетку или что-то похожее. Давайте я рассмотрю пример. Вот обычно какие есть экономические примеры использования вот этих вот случайностей. Ну вот типичный пример это русская рулетка. Она же похожа на игру, которая называется «Деление доллара про Минштейну». Ну а в интерпретации Саватеева это называется игра про пирог. Ну, что такое русская рулетка? Значит, у нас есть два игрока, они стреляются из-за прекрасной дамы, и у них есть револьвер, у которого есть барабан из шести патронов, они его раскручивают, и дальше по очереди друг друга, ну, по очереди каждый из них стреляет, стреляет в себя. Значит, во-первых, мы барабаны перекручиваем, то есть, нас с каждым ходом, скажем, холостым выстрелом, у нас количество вероятств того, что у нас полет пуль увеличивается. При этом у нас есть возможность либо отказаться, мы можем уйти и не получить ничего. То есть, какие у нас есть ограничения в игре? но мы считаем, можно разное писать, смерть это минус один, отказ от дуэли это ноль, и дальше самый главный вопрос, какой у нас приз, какую ценность имеет приз. Ну, давайте будем считать, что ценность приза у нас альфа для первого и бета для второго. Как происходит игра? Ну, схематично можно изобразить ее так. Сначала у нас есть природа, ну, можно ее, конечно, рисовать. Ну, значит, допустим, стрелять сначала первый. Значит, он решает, ну, да, наверное, лучше просто добавить. Значит, первый, а сначала решает стрелять, он не отказывается. Значит, если он отказывается, то, понятно, он получает ноль, а второй получает целиком приз. Если он соглашается, то дальше есть природа, которая определяет случайность. В случае одной, шестой, первый погибает до второго, в связи пять шестых, у нас ход переходит ко второму, и он уже решает, отказываться ему или нет. Но, опять же, если он отказывается, то первый получает все, если он соглашается, то снова играет природа, которая уже стреляет все одна пятая, выдает альфа минус один. Ну, а с четыре пятых игра продолжается, и так дальше. и в конце у нас будет несколько последних годов нарисуем. То есть, у нас первый, второй, первый, второй, первый, второй. Понятно, что самый последний момент первый уже стрелять не будет, потому что там остался один патрон, поэтому он откажется. Ну, можно это нарисовать, на самом деле, чтобы подробнее было. То есть, последний стрелять второй, и если он откажется, то он получает ноль, альфа ноль, а если он соглашается, то он стрелять все погибает и получает альфа минус один. До него выходил первый, а потом играла природа. То есть, до него первый либо отказывался, либо соглашался, а тут собирается одна вторая, одна вторая, получалось минус один бета, а тут получалось ну и так далее. Вот, дерево грима нарисовали, давайте пробуем найти, какие у нас есть равновесия. Значит, как обычно мы решаем задачи конца, что происходит на последнем шаге. Ну, давайте вот этот кусочек рассмотрим более подробно. То есть, ну, что делать второй, понятно, у него есть выбор между минус единичкой и ноликом, так что ему делать нечего, он будет выбирать отказ. ну, посмотрим на ход раньше, что происходит. То есть, если первый откажется, то он получает ноль, с другой стороны, если он согласится, то какой ожидаемый выигрыш он получит? Ну, понятно, какой он получит 1,2 умножить на минус 1, плюс 1,2 умножить на альфа, или ноль. Ну, значит, тут понятно, нужно строить эти два числа. Соответственно, если у нас выполняется вот такое неравенство, то есть, если ноль больше, чем 1, альфа, пополам, альфа, он соглашается. Он соглашается на стрельбу. Если он больше, чем альфа, альфа, пополам, он отказывает. То есть, если равенство, то ему все равно. Ну, и тут, соответственно, если у нас альфа, получается, если альфа больше единицы, то он будет соглашаться. Если альфа меньше единицы, то он будет отказываться. А если альфа равно единицы, то ему все равно. Но тут он может там использовать даже, если захочет смешную стратегию, то есть, можно посмотреть, какие будут новое равновесие. То есть, если мы нарисуем такую плоскость, тут интересно рисовать, то есть, понятно, что игра будет проходить примерно так. У нас есть ценность дамы, она меняется там от... Ну, вообще говоря, она может быть любым числом. Ну вот, и, значит, это у нас меняется параметр радио, это параметр бета. И тут можно рисовать такие области, посмотреть на какие области, в каких областях до какой степени, до какой стадии дыр будет доходить. То есть, например, когда альфа больше единицы, мы можем нарисовать, что вот при альфа больше единицы мы соглашаемся в пятом раунде, а тут мы отказываемся в пятом раунде. посмотрим, что пройдет на предыдущем шаге. Значит, у нас есть... Опять же, теперь у нас есть две ситуации. Значит, давайте напишем. Второй тут либо соглашается, либо отказывается. Если он отказывается, тут исход будет альфа 0, если он соглашается, то с вероятностью две трети, одна треть, у него попали, получается, разочарование по ним, с вероятностью две трети, мы сваливаемся в эту игру, но у нас есть два исхода. Тут либо мы получим... Значит, если первый отказывается, то пишется 0 бета, а если первый соглашается, то... Да, значит, если первый соглашается, то получается 1 2 на альфе минус 1 и 1 2 бета. 1 2 на альфе минус 1 и 1 2 бета. Если первый отказывается, и если первый соглашается. Соответственно, для этих двух разных условий у нас будет два разных исхода, может быть. Давайте посмотрим. Если мы находимся вот в этой области, то есть у нас отказ, то есть у нас 0 бета, тогда второй просто сравнивает 0 и 1 треть на минус 1 плюс 2 трети на бета, потому что он получает 0 бета. Соответственно, тут тоже получается на треть на минус 1 плюс бета. Если на треть бета минус 1, мы можем нарисовать тут бета равной 1 и сказать, что если у нас эта штука больше 0, то есть в случае, когда бета больше 1, мы будем отказываться. Отказ в пятом и четвертом раундах, а тут отказ в пятом и согласие в четвертом. А если у нас, мы находимся вот в этой области, то есть, когда первый стрелять в втором раунде, второй сравнивает, значит, он получает 0 при отказе, 1 треть на минус 1 плюс 2 трети на 1 вторую бета. Ой, а тут я тут ошибся, видите, значит, тут надо было 2 бета написать. А тут как раз будет, да, это я вижу, что-то получается. То есть, вот здесь, когда сложается в пятом раунде, как раз будет минус 1, а здесь нам придется ее немножко сместить пониже, потому что у нас тут 2 трети на бета, и бета должно быть уже 1 второй. Давайте я эту правую здесь напишу. То есть, мы при меньшей уже цене будем отказываться. Значит, соглашается в пятом раунде, и тут отказ в четвертом, а тут соглашается в пятом и четвертом. А здесь будет отказ в пятом. Сейчас, значит, отказ в пятом, соглашение в четвертом. Отказ в пятом и в четвертом. Ну, понятно, то есть у нас все это получается довольно логично, потому что если у нас дама стоит очень дорого, то есть она стоит для боя больше единицы, они будут соглашаться. На самом деле это будет до начала работать. То есть, если у дама очень цена, они будут стражаться до последнего. Если же дама цена мало, то есть у нее маленькая цена имеет, то они будут отказываться от дуэли, потому что им она неинтересна. Тут как бы будет эта область полностью отказа. Когда первый же сразу отказывается от игры в дуэль, он будет в районе нуля. Но остальные случаи, они где-то посередине. Ну вот, между можно писать до конца и посмотреть, насколько это опционально. Можно менять стоимости дамы, можно менять, увидеть смерть, смотреть за себя смерть, как это зависит. То есть вот такая вот богатая комплектация есть. Ну, деление доллара про Бинштейн, это примерно похожая ситуация. Только надо представить себе, что дамы еще с каждым раундом не смерть приближается, а дамы немножко портятся. Это значит про пирог, ну или про деление по доллару. Типичная задача для экономических агентов. У вас есть пирог. Это, кстати, продолжение значит про ультиматум, когда первый предлагает, а второй либо соглашается, либо нет. Мама испекла вкусный пирог, оставила его в духовке. Мама оставила пирог в духовке. Два брата по большей идее пытаются его поделить. Как они это делают? Сначала старший брат достает пирог и говорит, давай я себе такую часть заберу, а тебе такую часть отдам. И младший говорит, ну, нет. Ну, Игорь говорит, да, давай так разделим, они делят и получают каждый кусок пирога. И если тот говорит, не, 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 я не хочу, нет, убираем пирог. Тогда пирог остается лежать в духовке, лежит там полчаса, после чего они достают, и на этот раз второй предлагает разделить, а первый говорит, согласен или нет. Если они не согласны, пирог снова убирается. И то есть каждые полчаса они по очереди предлагают дележ, а второй либо соглашается или нет. Если согласен достигнуть, то пирог как и делится, если не соглашается, то пирог обратно ложится в духовку. Дальше пирог немножко портится, и каждые полчаса он теряет свои вкусовые качества. Соответственно, он портится с коэффициентами альфа и бета у этих братьев. Каждые полчаса один из братьев предлагает дележ, а второй соглашается или нет. Но при этом они по очереди предлагают этот дележ. Ну и дальше, то есть можно нарисовать такое дерево игры. То есть изначально предлагает первый. Тут формально у него очень много вариантов событий, но на самом деле он, все, что он делает, он предлагает поделить, составляет все альфа один минус альфа. Ну там можно считать, что там бесконечное дерево игры, или может считать, что мы можем делить только там на 100 частей, поэтому альфа, это же самое число со знаменателем 100. Ну и после того, как он предложил, второй либо согласен, и тогда этот дележ реализуется. Либо он отказывается, и тогда, ну давайте я тут напишу лучше а или минус а, чтобы альфа как коэффициент дисконтирования у нас был. И потом через полчаса предлагает уже второй. Но предлагает он, например, ну, написано тут, если напишу так. Предлагает он теперь бета один минус бета, но первый получит уже не это число, если согласится, а уже похуже, потому что за полчаса первый раз получился. И они получат тогда в выигрыше один бета один минус бета. Если он согласен, а если отказ, то потом снова перепредлагает, но уже на его дележку c один минус c, второй, если согласится, он получит только бета в квадрате. На один минус c, ну и тут бета в квадрате на c. Альфа в квадрате на c. То есть каждый раунд первопорция. Ну это типичная экономическая репутация, когда, с одной стороны, вам нужно пойти на условия сделки, потому что, если вам нужно быть снова, значит, ну, за время, пока вы будете совершать сделку, то есть если вы откажетесь, будете совершать сделку через год, вы потеряете какое-то количество денег. Но с другой стороны, если вам совсем мало предложить, вы все равно откажетесь, потому что вы даже за год не покроете эту разницу. Поэтому вот получается такое стратегическое взаимодействие. Ну и опять же можно решать, тут есть две различные интерпретации, можно считать, что у нас деление заканчивается с какой-то конечной шаговкой, например, мама приходит через три часа и сходу берет пирог, выкидывает его в мусорку, говорит, что нельзя здесь такой пирог, он уже невкусный. И как бы игра заканчивается, все получают по мудру. Ну а есть грустный вариант, когда мама не возвращается никогда, и вот игра так и в предсказательности идет. там, мама через три часа приходит и выбрасывает пирог, ну или мама не возвращается никогда. Ну и опять же, как и в предыдущей задаче, можно вот просто опять начать с конца посмотреть. То есть, например, если она через три часа возвращается, то вот в конце у нас получается, что тот, кто предлагает, он может предложить все, что угодно. И у нас, если четный число, наверное, второй предлагает, например, соглашается или нет. И, конечно, второй может предложить, он предложит 0,1, потому что первому не будет иметь смысла отказываться, но получит он всего лишь 1, и там, бета в шестой есть у нас 6 режимов. Соответственно, на предыдущем шаге у нас, чтобы второй согласился, первый должен предложить такой х, чтобы 1 минус х на бета в пятой покрыл бы, то есть, так мы выбираем здесь вот такой исход, то чтобы второй согласился, 1 на х на бета в пятой должен быть больше либо равен, чем бета в шестой. То есть, 1 минус х должен быть больше, чем бета. То есть, х должен быть меньше либо равен, чем 1 минус бета, больше либо равен, чем х. Правильно? То есть, х должен быть как минимум 1 минус бета. Ну, понятно, что... Сейчас. Неправильно пишу. Да, как максимум, как максимум, конечно. То есть, макс больше, чем 1 бета первый себе забрать не может. Значит, он себе предложит 1 минус бета, этому оставит бета, и тогда он получит альфа в пятой на 1 минус бета. Ну, хоть что-то. А тут будет б в шестой. Ну, и опять же, так дальше можно рассматривать. Получается такая геометрическая прогрессия, и мы там самым можем понять, значит, в зависимости от того, сколько раундов, мы можем, в принципе, допискарившись так увеличивать, и понимать, как будет происходить это взаимодействие. Так. Это мы поговорили немножко про неопределенность, про случайность. Теперь про то, как работать с одновременными играми и вот с неопределенностью. Что делать? Если у нас вариант когда-то не кончается... Вам не достаётся никогда? Да. Ну, тогда мы просто думаем, мы просто можем истремить в бесконечности. То есть, мы можем просто для N раундов посчитать итог и просто пытаться устремить, посмотреть, если я пределал этой последовательности. Ну, решить для N раундов и посмотреть, что будет происходить. Ну, там есть некоторые, может быть, тонкости, но этого я... Решим. Ну, значит, у нас игра за... Смотрите, у нас игра за час 1 закончится за конечность шлаходов, поэтому можем чётко прописать выигрыши, закончится... И... разлетать... Ну, то есть, если мы так оптимально будем на каждом шаге строить, мы можем рассчитать, что первый должен предложить. Ну, там будет на самом деле просто сумма геометрической прогрессии, потому что... Ну... Только можно просто правильно написать выигрыш. Если вы напишете выигрыш для N, посчитаете, там будет просто какая-то конечная сумма геометрической прогрессии, и можно просто суммируть и получить, к чему этот decision будет стремиться. Ну, понятно, можно просто определить выигрыш первого при стремлении бесконечности, где на количество раундов, которые они играют, ну и вот примерно оценить, какой будет выигрыш в бесконечности. Но обычно так всегда делают для... Ну, в экономике часто предполагают, что время у нас увеличивается до бесконечности, потому что это позволяет быстрее считать. Ну, а там эти погрешенные прибеживые малы, потому что понятно, что у вас там начинается бета-сота, это уже будут такие мизерные доли, что это правление никакого как бы сути не меняет, но при этом это позволяет написать хорошую и красивую формулу для ответа, и все посчитать. Теперь, значит, второй пункт. У нас там было, что делать с одновременными играми. Ну, это на самом деле вопрос неполной информации. То есть мы хотим работать... То есть мы хотим работать в ситуации, когда у нас мы не знаем, что происходило до нашего хода. Мы не совсем не совсем знаем, что происходило до нашего хода. И... Значит, выходом является... Я не помню, мне кажется, я про это не рассказывал, так что давайте я... Если я рассказывал, то мне скажите. Чтобы описывать одновременную игру, нам нужно описывать ситуации, в которых игрок на самом деле не знает, что произошло до него. Ну, как бы здесь вся дилемма заключенных, то у нас получается, что ну, то есть два игрока. Сначала ходят первый, потом ходят второй. И второй, на самом деле, у него всего две стратегии, а не четыре. То есть у него... Он не знает, как сходил первый. Как ситуацию домоделировать. Ну, для этого нужно понятно... Нужно делать так, чтобы второй, как бы, он не должен знать, в какой вершине он находится. То есть формально это можно написать такой картинкой. Значит, как это рисуется? То есть некоторые вершины, управляемые игроком, мы объединяем как бы в одно так называемое информационное множество. Информационное множество это как раз и есть понятие неопределенности. То есть это означает, что игрок не знает, в какой из вершин этого информационного множества он находится. Он знает, он видит, что происходило до него, что первый как-то сходил. Но в какой из этих вершин он находится, он не знает. И тогда получается, что у него из этого множества в каждом вершине по множеству должно выходить одинаково количество стратегий, чтобы порядок, потому что иначе у него будет информация о том, как куда ходить. И соответственно он может пойти там, ну вот у меня есть две стратегии, там сдаться, ну там заложить, не заложить первого игрока и будем считать, что у него как бы есть общее множество стратегий для всех этих вот вершин информационного множества. Если говорить формально, то нужно сказать, что во-первых, информационное множество это подможение вершин, управляемых одним игроком. это подможение вершин, управляемых каким-то конкретным игроком. Причем есть некоторые естественные свойства. Ну, во-первых, из каждой вершины выходит одинаковое количество стратегий. Любой вершин из H количество перебер не зависит от того. Во-вторых, игрок должен, там есть несколько разных естественных свойств, то есть игрока должна быть нормальная память, на пути до этой вершины он не может быть такого, что он знал, где он находился, потому что если он, получается, что если бы он знал, где он находился вот здесь, но потом что-то произошло, и он полный вершины, в котором он не знает, где он находится, то такого быть не может, потому что до этого он знал, где он находится. Условия, ну, такие, то есть условия разумного поведения игрока или условия совершенной памяти. Игрок знает, знает, где он был до этого, то есть игрок помнит если до этого был в разных вершинах. Ну, тут немножко нужно более строго сказать, там есть, ну, я не буду сейчас формально про него говорить, тем не менее, что у нас таких примеров такого не будет, но понятно, что мы хотим, чтобы, ну, то есть можно вести с ограничения, что там до вершин игрока не было вершин из разных инфункционных норост, или что он, ну, чтобы эти вершин не были на пути друг к другу, чтобы не было такого, что он бы попал, там, в твой круг сходил, а дальше он забыл бы, что он уже ходил или еще не ходил на первых моментах. Ну, вот, всякие такие, естественные условия можно налагать. Еще про это говорят, что там игра с совершенной памятью. В принципе, можно и по-зарушке игроков говорить, но в основном считается, что это так. Ну, и понятно, что у вас одинаковые все стратегии, то есть эти вершины совершенно не различимы для этого игрока. Ну, и, казалось бы, все можно определить, то есть, теперь, помимо дерева, помимо терминальных вершин, помимо всей стратегии, есть еще информационное множество, и стратегия, на самом деле, не ход из каждой вершины, а ход из каждой информационного множества. То есть, все множество игроков, оно разбивается на такие инкоррупционные множества, про которые игрок не знает, где он находится. И тогда, действительно, можно суммулировать любую одновременную игру, то есть, был игру в нормальной форме, которая до этого рассматривалась, и обычный концептор на весь обонешал, можно вот, теперь полностью перейти в развернутую форму, а именно, понятно, что можно, если у вас играет тонн игроков, он может сказать, что первый игрок как-то ходит, потом второй игрок, он не знает, или первые игроки, он тоже как-то ходит, потом есть третья группа, и он тоже, не знает, он находит никогда на этот или первые игроки, ну и так далее. Поэтому любую игру в одновременной нормальной форме можно перевести вот за игру в развернутой форме. В чем же, ну, понятно, что соль, конечно, развернутая форма в том, что мы хотим еще какую-то информацию, кроме этого, какую-то динамику. Ну, например, можно рассмотреть такой сюжет, как повторяющиеся игры. То есть, к примеру, мы можем, вот это то, что та мысль, которая была возможна при рассмотрении обычной дилемы заключенных, что вот на основе, либо просто во время обычной игронормальной формы, что у нас, ну, предполагаем, что игроки приходят, играют, потом расходятся, никогда друг друга не видят, и у них нет никаких дальнейших взаимодействий, они не могут как-то мстить. То есть, если бы у нас была, если бы за плохие решения мы бы как-то наказывали игроков, то могло бы такое произойти, что игроки бы не, ну, как бы, не делали чего-то плохого, потому что потом могло бы пройти какое-то наказание. Собственно, может быть, в дилеме заключенных остановить роль не то, что вот там сейчас я хочу получить побольше, а в том, чтобы потом все равно быть взаимодействием и, возможно, какие-то санкции. И хочется как-то избежать этих санкций в дальнейшем. Поэтому логично было бы рассмотреть, например, одну и ту же группу в третий, еще несколько раз, и посмотреть можем, ну, будет ли достигаться другой равновесие. Ну, давайте про этот сюжет немножко поговорим. Наверное, а там, значит, а чтобы у меня было третье написано, сейчас дайте, быстро вспомню. Ну да, про совершенно равновесие, это я, наверное, в следующий раз что-нибудь скажу. Посмотрим, как он успел. Ну, давайте просто берем дилемму заключенных повторим два раза. дилемма заключенных. Допустим, повторенное, давайте ее два раза сыграем. Ну, давайте берем, возьмем какую-нибудь, там, обычно матрица, там, минус 5, минус 10, но мне проще с половинными числами, поэтому давайте будем считать, что у нас как, игра с университетами, это два университета, они выбирают, либо миллион себе забрать, либо два миллиона другому университету. Ну, и у нас смотрится, значит, если себе другому, себе другому, если оба забирают себе, то 1-3, если на себе один другому, то 3-0, тут 0-3, а тут, соответственно, другому другому 2-2. Ну, как можно рисовать эту игру? Получается, что вот у нас есть первый университет, поднимес второй университет, они как-то сходили, и потом игра повторяется второй раз, то есть мы уже знаем, как до этого сходили в первый раз, мы видим, как ходили игроки, и второй раз происходит то же самое, но при этом мы не знаем, что второй раз выбрал наш соперник, но мы знаем, что мы выбрали в первый раз, то есть у нас есть некоторые происсловия, на которые мы можем подопираться. Ну, вопрос, что писать в качестве выигрыша, ну, логично, что мы будем, раз мы играем два раза, то мы просто запишем в сумму выигрыша, то есть, например, если мы все время забирали себе, будет написано 2-2, а если все время другому, то будет написано, ну, там, 4-4, ну, и тут будут какие-то, какие-то выигрыши. Вопрос, какое будет равновесие? Ну, и какие будут, какие будут равновесия в новой игре, совершенно на подыграх? Ну, я не помню, говорил ли я, показывал, совершенно на подыграх, но имеется в виду, что, то есть, тут уже, наверное, надо сказать, что такое подыгра, то есть, мы хотим, ну, решать задачу с конца, то есть, мы считаем, что в любой момент времени игроки действуют оптимально, то есть, мы не просто, то есть, мы не просто играем стратегии так, чтобы не можем ничего поменять, чтобы было лучше. Тут вопрос в том, что мы, то есть, наши действия могут привести в какую-то часть игры, в которой мы не были, ну, когда мы играем просто в нашей стратегии, то мы идем по какому-то пути. И реально, когда мы можем изменить свою стратегию, мы случайно можем попасть в то дерево, в котором мы до этого не, ну, понятно, попасть в то дерево, в котором мы не были. И, И иногда бывает так, что мы вообще, в принципе, не можем в некоторую часть дерева попасть к изменению только своей стратегии. Но при этом мы требуем, чтобы всегда в любом месте, если мы выделим некоторый кусок под игру, то есть некоторый такой кусок игры, который содержит все информационные множества внутри себя, то тогда игроки в этом месте тоже должны поступать оптимально. Потому что на случай, если они случайно туда упадут, они должны играть тоже там равновесие. То есть имеется в виду, что у нас не просто обычная равновесие, а еще мы хотим, чтобы для каждого, ну вот такой, например, если мы рассмотрим эту штуку как отдельную игру, то там, по идее, должно быть равновесие, как вот в обычном равновесии панетчика. То есть я напишу, значит, равновесие совершенное на подыграх. Значит, подыгра, это поддерево. Такое, что если у вас какая-то вершина информационного множества лежит в этом поддереве, то тогда все информационные множества лежит в этом поддереве, иначе получится, что у вас, ну, поддерево не будет формально определено, потому что у вас игры там просто не будут. Вот. Ну, я могу сейчас за этим временем подумать, или можно сделать прорыв, или можно сразу по этому происходить. Можете еще раз как-то определяем вот этот равновесие, который мы хотим? Ну, вообще говоря, ну, то есть мы, есть просто равновесие в развернутой форме, да, это просто мы в каждом решении выбираем, значит, мы в каждом персонном множестве выбираем стратегию, к которой мы ходим. Ну, то есть здесь, например, какая будет стратегия у первого игрока? У первого игрока стратегии это сходить, ну, вот у него есть пять решений, к которому он управляет, соответственно, у него в каждом из этих решений он может как-то сходить. И у второго из пять функционных может, с которым он управляет, у него тоже есть пять стратегий. Дальше мы хотим понять, что это равновесие. Но если это значит, что, во-первых, ну, вообще обычный, обычный равновесие в развернутой форме, это когда мы говорим, что никакую стратегию, не стратегию на свою нельзя поменять так, чтобы получить больше. Но когда мы говорим про равновесие совершенно на подыграх, мы говорим, что это должен быть верно в любой подыгры. То есть если бы я возьму любое поддерево, которое содержит все внутри себя инфрационные может содержатся только целиком, то для этого поддерево у меня тоже должно быть выполнено условие оптимума, то есть игроки там должны действовать оптимально. То есть если у меня есть возможность именить свою стратегию и пусть побольше, то я буду так делать. Ну, это мы как бы у нас концепция с Ромела Куна. Мы можем решать даже с конца, это значит, что мы можем рассмотреть последний ход, и в нем бы тоже действовал оптимально. Даже если мы в эту вершину никогда не впадем, ну так, вообще, то есть понятно, что у нас, если игроков много, то, возможно, своим ходом мы не впадем в ту вершину, которую мы рассматриваем. В Ромела Куна так написано, что мы в каждой вершине пытаемся действовать оптимально, даже если мы туда не попадаем. И это как раз и есть концепция, у нас есть совершенно подыгрыш. Кажется, что у нас особо ничего не поменялось. Как бы мы, там, второй игрок, там, второй раз, все равно всегда ему выгоднее брать себе. Да, 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 короче, тут полный провал, потому что мы хотели получить так, что у нас будет, там, будет действовать какая-то месть или еще что-то, а тут получается, что если мы рассмотрим отдельно вторую игру, ну, там, отдельно в каждой из вторых игр, то она просто отдельно сама по себе существует, и мы к нашему выигрышу полученному в первом раунде просто добавим выигрыш в этой игре. А тогда мы будем играть просто в равновесии по Нэшу, и, значит, в каждой из них мы просто будем выбирать стратегию СС, и у нас никаких других вариантов нет. Но если так пойдет, то мы и в исходной игре выберем СС, как равновесие, потому что у нас они будут просто увеличены все на, ну, там, будут одинаковые добавляться выигрыши один-один, и поэтому, кстати, мы получим, что у нас есть единственная опять единственная равновесие, и никаких новых у нас выигрышей не повлияло. Ну, и понятно, что... У нас тут даже ничего не меняется, даже если мы скажем, что второй знает, что первый выбрал, кажется. Если второй знает, что первый выбрал, тогда, ну... Ну, тут вообще доминируют стратегии, да, ну... Ну, и понятно, что если мы даже домен будем разыграть, то тоже ничего лучше не получится. Но тут есть, как бы, две... два оправдательных момента. Первый проект момент стоит в том, что, ну, на самом деле, тут, конечно, ничего не получилось, но теоретически мы можем попробовать получить больше. Давайте попробуем построить такой пример, чтобы показать, что, по крайней мере, ну, понятно, что должна, вот там, вот эта вот месть должна работать, и как она вообще могла бы работать. Давайте сейчас немножко модифицируем нашу матрицу. Понятно, что можно прям... К той матрице что-то добавить, но можно немножко числа другие пописать. То есть, давайте напишем 1-1. Тут будет 3-3. Сейчас, затем... Ну, нужно правильно число написать. Лучше 4-4, наверное. Так, правильно напишу. Сейчас напишу, и потом проверю. Вот. А предположим, что у нас есть еще дополнительная тут стратегия. Третья, которая с ней никак не связана. И приносит тут по 3. То есть, у нас есть 3 стратегии S, D, M, K. И тут S, D и K. Ну, и у нас формально в нашей игре есть 2 равновесия теперь. Понятно, что у нас есть равновесие S, S, как обычно. И кроме того, есть равновесие K и K. Ну, давайте вот такую игру пробуем раз сыграть. Понятно, что у нас будет как минимум равновесие, в котором мы будем играть 2 раза K и K, и получать в итоге 6. Ну, то есть, у нас будет теперь все там по 9 вариантов. Ну, вопрос, можем ли мы теперь... Ну, понятно, а с другой стороны, будет там тоже самое равновесие. Можно первой игре играть S, S, а второй играть первой на весе K и K тоже будет равновесим. То есть, вы не сможете там самостоятельно иметь стратегию, чтобы будет больше. А теперь у нас получается некоторый стимул, а именно сыграть... У нас здесь такой стимул сыграть в первой игре DD, с тем, чтобы, если игрок нас скинет, то мы будем ему угрожать тем, чтобы во второй случае... То есть, мы говорим, что если вот второй игрок, если он согласится на нашу стратегию D, тогда мы во второй раз сыграем в равновесие K и получим в результате 7 и 7. А если он откажется от нашего предложения и провалится, и в второй игре получится, что он отказался, то мы накажем его и будем играть нашу стратегию S. И он ничего не получит. То есть... То есть, играть во второй раз K, если было сыграно DD, и C иначе, S иначе. То есть, у нас такая вот... То есть, мы... То есть, представьте себе, что мы играем за одного из игроков, например, за первого, и он говорит следующее, что мы... То есть... То есть... Он во второй раз всегда играет K, если было DD в первый раз, то есть, если тут было DD, то первый будет играть K. То есть, он выберет K как свою стратегию. А во всех остальных случаях он будет играть S. Если у нас что-то пошло не так, то он будет играть S. Ну, а первый раз он сыграет тоже D. То есть... Если рассмотреть вот такой профиль, то что будет делать второй? Какие у него есть варианты? Значит... Понятно, что если у нас мы призывались в K, то нам нужно играть K, иначе мы получим 0. И в этом случае мы получим вот этот выигрыш 7-7. А в остальных случаях на S самая лучшая стратегия это играть тоже S и получить 1. То есть, тут будет, ну, там, 1-1, где вот это выигрыш в первой игре. Но первый выигрыш в первой игре он не может быть больше 5, потому что у вас ну, в первой игре мы можем максимум, что мы можем получить 105. Поэтому мы... Вот здесь везде будет выигрыш строго меньше 7. И поэтому второй игрок тоже выиграет здесь стратегию DEF. Ну, вот получится, что такие пары, такие стратегии, надо быть равновесим. И мы тем самым, в принципе, ну, то есть, надо правильно, наверное, говорить так, что у нас не просто... Ну, мы не просто с делаем язык ученых все время играем. А мы говорим, что если мы после... Если кроме делаем язык ученых еще отдельная, как бы, в случае жизни какой-то мирный паритет, то мы можем спокойно свалить. И тогда мы можем, как бы, договориться, потому что у нас есть, как бы, вот продолжение в виде постоянного соглашения К. А в случае отказа мы просто свалимся и договориться не будем. и мы никаких денег не получим. Ну, или там, вслух все. Ну, вот это первый подход к такому, чтобы объяснить, как на самом деле можно взаимодействовать. А второй, вторая концепция, она чуть немножко более сложная. Надо просто игру не заканчивать, как мы делали с пирогом. Ну, давайте вот я опять по этой концепции немножко здесь вам поговорю. И, наверное, закончим сегодня. Бесконечно повторяющиеся игры. То есть, в чем проблема была в деле мы заключенных? В тем, что мы, у нас когда-то есть конечный, вот последний, последний этап, когда мы играем, и там уже можем делать все, что угодно. Там уже нам вообще ничего не грозит, мы ее сыграли, и нам мстить не будут. И в этом касается проблема. То есть, мы не решили проблему тем, что мы сделали несколько этапов, потому что последний этап, он у нас всегда, как бы, он после этого уже ни на что не влияет. Мы можем там делать все, что хотим. Надо только сделать, чтобы этого не происходило. Ну и первое, что уходит в голову, это вот то, что я говорил, когда я говорил про деревень доллара или про пирог, что нам нужно, чтобы этот процесс сложился до бесконечности. можно было мстить довольно долго, в течение всей своей жизни, и можно там потом, а потом мстить там детям, внукам и так далее. То есть, как мы формализуем вообще эту игру? Ну, это хороший вопрос. Понятно, что мы должны, во-первых, написать бесконечное дерево. То есть, мы берем, ну, как бы, то есть, у нас, вот, есть игра, которая играется первый раз, у нее есть какие-то исходы, и в каждом этом исходе она играется еще один раз. Потом, в каждом исходе она играется еще раз, и так далее. Получается, такое бесконечное дерево. Ну, и наша стратегия, стратегия, это список ходов в каждый момент времени. Времени с учетом предыстории. Ну, тут, конечно, начинаются сложности, потому что формально у нас в стратегии несчетное количество получается. Ну, так, потому что, ну, в смысле, так, конечно, счетное, если мы вообще хотим, ну, там, всего в этом дереве будет, там, несчетное число путей возможных. И с этим уже, ну, то есть, наверное, стратегия счетное количество, но, по крайней мере, это еще нужно рассматривать какие-то стратегии, которые описываются, там, конечными алгоритмами или конечными автоматами, вот тут надо делать некоторые ограничения, иначе очень сложно все становится. То есть, ну, например, понятно, что можно рассматривать какие-то логичные стратегии, типа, там, все время играть одну и ту же стратегию. Или, если противник не сделан такой, то мы играем такую, если такую, то такую. Или, в зависимости от предыдущего хода, что сделано в предыдущем ходе игрок, то есть, у нас там есть какая-то память, вы помните, что делано на предыдущем ходе, мы можем как-то реагировать на это. Или там реагировать только на последние два хода, или три. Ну, такие стратегии вы еще рассматриваете, а всякие сложные стратегии, конечно, ну, они вот, то есть, их можно рассматривать, но тут уже начинаются некоторые сложности. Ну, это я объясню, то есть, потом скажу, пару слов про них. Ну, стратегия-то ладно еще, понятно, наверное, как их определять. А как с выигрышами быть делал? Выигрыш. Значит, если каждый игрок выиграет какую-то стратегию, которая понятным образом описывается, то, наверное, можно понять, как происходит вот в каждой игре, что они делают, но дальше нужно понять, что делать с тем выигрышами. Ну, у вас, то есть, у нас, так как игра играется бесконечное число раз, у нас бесконечное количество выигрыша, и понятно, что просуммировать в игре мы получим бесконечность. Это не очень хорошо. Ну, соответственно, есть два подхода к тому, как считать выигрыш. Если у нас, если мы получили А1, А2, и так далее, АН, и так далее, в каждом раунде игры, в каждой игре, то дальше можно взять, ну, например, посмотреть, куда стремится среднее арифметическое. Ну, понятно, что у нас пределы мощные считают, поэтому нужно здесь какой-то там верхний предел среднего арифметического. но это такой непонятный, ну, здесь тут более сложный. Либо брать экономический подход, а именно ввести некоторый параметр дельта, это коэффициент дисконтирования, и брать такую сумму А1 плюс дельта на 2, плюс так далее, плюс дельта ВН на АН, плюс и так далее. Ну, и объяснение здесь такое, что, как и в случае с делением пирога, то, что мы играем в игру много раз, каждый раз мы, как бы, выигрышу нравится на какой-то дельта, ну, потому что он портится, там, ну, там, деньги, деньги имеют способствовать портиться, поэтому наш выигрыш, полученный в будущем, мы его должны учитывать с некоторым коэффициентом дельта, потому что он пронесет нам меньше выигрыша, в зависимости, если мы посчитаем относительно текущего времени. Ну, и это все можно там нормировать, ввести концентную нумеровку 1 на 1 на 1 на дельта, чтобы, например, если у нас все эти аэперы были рв-еднички, то у нас был выигрыш единичка, а не 1 на 1 на 1 на дельта. Вот. Ну, дальше, что такое равновесие в этой игре, объяснить, равновесие в игре, опять же, это, значит, такой профиль стратегий, что никакое отклонение ни в какую другую стратегию не принесет нам больше выигрыша. То есть, мы можем отклоняться в любую другую стратегию, и все равно больше выигрыша мы не получим. И опять же, мы хотим совершенно на подыграх искать. ни в какой момент времени, то есть, если мы зафиксируем какой-то момент времени, мы не захотим поменять свою стратегию. Ну, и тут, как бы, вот в такой формализации есть две новости, одна хорошая, другая не очень. Ну, хорошая новость в том, что мы в такой обстановке игры, когда мы будем бесконечное количество раундов мстить за ошибку, которую сделал другой игрок, сыграв не так, как мы хотим, мы можем добиться того, что игрок всегда будет играть то, что мы хотим. То есть, ну, если мы, это, конечно, выгодно, то есть, если у нас есть вот этот вот выигрыш 2-2, то мы, в принципе, сможем, надо сейчас посмотрим на каких условиях, но, тем не менее, можем достичь того, вот достичь этого выигрыша 2-2, как вот настоящая раундовесия. И это, конечно, плюс. Минус это в том, что в такого рода играх вообще раундовесий будет бесконечно много и даже несчетное количество. И поэтому формально мы, конечно, не можем предполагать, что это раундовесие естественным образом появляется, хотя оно, либо будет довольно простым, то есть, оно описывается довольно простым алгоритмом, а вообще говоря, там, равновесие, то есть, есть теорема о том, что равновесие бесконечное количество, но они описываются довольно сложными алгоритми, это, конечно, попроще, поэтому сказать, что так люди делают, наверное, можно это объяснить, ну, там, можно поверить в то, что люди так делают, и, ну, у них, по крайней мере, есть такой механизм. Ну, давайте, вот я достаточно 15 минут, сейчас приведу пример, значит, как пример стратегии, когда достигается вот этот выигрыш, когда все время в каждой игре играется 2-2, и, наверное, на этом закончили сегодня. Значит, как получить исход 2-2 или D-D. Сейчас я напомню, изначально у нас были две стратегии, либо себе, либо другому, если оба себе, то 1-1, если один себе, другой другому, то 3-0, тут 0-3, а тут 2-2. Значит, как мы хотим, ну, в принципе, у нас эта идея уже была, то есть мы играем D-D до тех пор, пока у нас, вот, пока у нас все предыдущие раунды играют D-D, как только один, как только противник, ну, если у нас в предыстории что-то пошло не так, если предыстория хотя бы одна, один исход какой-либо из игры был не D-D, то мы играем стратегию S. Назаваемая триггерная стратегия. Если всегда D-D, то играем D, если нет, играем стратегию S. Вот такая вот стратегия. Предположим, чтобы игрока ее играют. когда это будет равновесить. То есть у нас вот есть пара триггерная стратегия, триггерная стратегия. Ну, и на первом шаге мы, например, играем D, если у нас предыстории не было. Плюс первый шаг. Ну, и на первом шаге тоже играем D. Значит, допустим, я захочу отклониться. Ну, значит, если у нас они играют тургерную стратегию, и сигнализируется D-D, то есть выигрыш равен 1 на 1 минус дельта на 2 плюс 2 дельта плюс 2 дельта в квадрате плюс так далее, то есть равно 2. Допустим, один из игроков отклонится. То есть он в какой-то момент, вот у него есть тут отклонился в момент времени К. То есть, вот, ну да, в К плюс 1. То есть этот момент времени К это, наверное, вот этот, если это первый. И вот в этот момент времени он отклонился. Что он тогда получит? То есть противник всегда играет S. Если противник всегда играет S, то, ну, значит, в К плюс 1 раунде, значит, мы отклонились, и мы получаем за это время 3 на дельта в квадрате. А все остальное, оставшийся период времени будет получать не больше единицы, потому что после того, как мы один раз человека обманули, отклонились от своей стратегии, он нам будет все время потом играть S, а когда он играет S, мы можем получить лебедничку либо 0. Ну и давайте сравним эти два числа. Ну, понятно, что у нас, если мы вычтем, то есть если мы напишем это X, то 2 минус X это что такое? это минус дельта в квадрате, ну, тут 1 на 1 минус дельта можно оставить, значит, минус дельта в квадрате плюс, ну, можем считать, что тут гички для уверенности, то есть мы точно знаем, что это, давайте я тут так решу, что это не превосходит 1 на 1 минус дельта на 2 плюс и так далее, плюс 2 дельта в квадрате, плюс 1 плюс дельта в квадрате, плюс дельта в квадрате, плюс 1 плюс и так далее, это у меня будет X. То есть это максимальный минус, который получится в X, больше, точно не получше. Ну, и тут написано вот такое вот сумма. Когда эта штука у нас, ну, значит, мы что хотим? Вопрос в том, когда эта штука у нас отрицательна, да, то есть когда мы получим больше. Ну, и когда она положительна, то есть когда она положительна, нам не имеет смысла отклоняться, это будет равновесие. Ну, когда она положительна, значит, нам нужно, на дельта карте можно сократить, на коэффициент нормировочной вынести получится вот такая вот сумма. Значит, это равносильно тому, что у нас счетом дельта больше либо равно 1 второй. То есть, когда у нас дельта больше 1 второй, то вот у нас эта сумма будет больше единицы, и больше она единицы, а когда меньше 2 второй, то она будет меньше 1. Соответственно, отсюда, если дискон достаточно большой, то триггерная стратегия это равновесие. Потому что при любом отклонении мы будем потом мстить без кейс на количество раундов, и тем самым вот этот хвост, он забьет начальную часть. А хвост очень большой, именно потому, что дельта довольно большой, и поэтому наша угроза того, что мы будем мстить без кейс на количество раундов, она играет. Потому что если дельта маленькая, то вот хвост очень маленький, а тут сейчас хвост большой. Вот. Так, есть ли поэтому вопросы, или может, я слишком быстро рассказал, или нормальный? Нормальный. Нормальный. Вот. А так вообще есть народная теорема, так называемая, Фолкс Сеориум, которая говорит про то, что широкого диапазона параметра у вас достигается, то есть, если вы напишите множество, ну там нужно аккуратно формулировать, что имеется, если нужно строить множество допустимых выигрышей, и вот множество того, ну то есть, множество того, что вы можете себе позволить, и множество того, что вы можете получить, пересечь это, и на самом деле любой такой выигрыш можно достичь. Я так могу написать, что, например, для данной ситуации в данной игре В данной игре для любого х между единицей и двойкой существует такой дельта, то есть существует такой дельта 0, что при дисконте дельта 0 выигрыш в игре будет равен точности x. Идея тут примерно похожа на то, что как устроена триггерная стратегия? Вы говорите, пока вы делаете то, что я хочу, вот происходит так. Поэтому, например, можно сказать так, а давайте будем играть в такой равновесии. Мы играем пока 2 раза s, 1 раз d, 2 раза s, 1 раз d, 2 раза s, 1 раз d, то есть, например, пока у нас такой паттерн наблюдается, то есть 2 раза s, s и d, d, потом s, 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 d, d. Мы продолжаем так играть. Только кто-нибудь что-нибудь нарушит, в теореме играет s. И тогда снова получается, что этот выигрыш, он будет чуть больше единицы. Если противник нарушит, тогда мы свалимся в s, s, и там уже будет меньше единицы, иначе, ну, то есть можно идти в какое-то условие на дельта. А тут уже какой-то выигрыш будет, ну, тут 1-1-2, 1-1-2, и в среднем получится что-то между единицей и двойкой. На самом деле, можно таким образом получить любые заодно наперед выигрыши. И вообще, понятно, что можно строить такие сложные стратегии, и там довольно получается неприятно. Ну, а то есть, с одной стороны, получается, что мы, конечно, получили, ну, то есть мы получили из-за таких вот угроз, смогли достичь, как бы, более справедливого исхода для всех. Но тем не менее, тут надо будет аккуратно быть, потому что, на самом деле, на них есть довольно много, но они, конечно, все довольно там более сложно устроены. То есть это если мы, в принципе, могли бы триггерную статики сказать так, что мы, ну, мы, конечно, смотрим на предыдущие, на все предыдущие шаги, мы бы, конечно, могли посмотреть, смотреть только на предыдущий шаг. Типа, если на предыдущем шаге сыграть до D, то мы играли до D, а если на предыдущем шаге сыграло S, то мы играем S. Ну, то есть, если не до D, S. В принципе, тут зависит, конечно, наша стратегия триггерная, она зависит только от предыдущего ходу. Ну, поэтому она, в принципе, так легко реализуется. А тут, в принципе, можно придумать по любому-то сложной стратегии, потому что здесь, конечно, будет много. Вот, ладно, наверное, на этом все. Следующий раз тогда расскажу про сороконожку, честно, делать. И как там, про секвенциальную революцию немножко, а потом еще у нас будут две лекции, видимо, про оперативные игры, и мы на этом закончим. А так, наверное, сегодня все. Если больше нет вопросов... Врачи нет. Да, ну ладно, тогда счастливо. До свидания.